АПЛОДИСМЕНТЫ Это очень странные люди, и на съезде их справедливо назвали равнодушными. Глаза их видят, что в нашей действительности кое-что остаётся таким, как было. Но равнодушию их недоступно сознание, что остаётся лишь потому, что у пролетариата, хозяина страны, не хватает времени окончательно разрушить, уничтожить эти поставки. Съезд литераторов глубоко обрадован и гордится вниманием, которое щедро оказано ему многочисленными делегациями. Большинство литераторов, судя по построению их речей и смыслу их речей, отлично поняло, как огромно на родине наши значения и литературу, и её целом, поняло, к чему обязывают их внушительные непрерывные за всё время съезда демонстрации строгого, но любовного отношения. Уважаемые товарищи, мне кажется, что здесь чрезмерно часто произносится имя Горького с добавлением измерительных эпитетов «великий», «высокий», «длинный» и так далее. Не думаете ли вы, что слишком подчёркивая и возвышая отбрышую фигуру, мы тем самым затемняем рост и значение работы других? Поверьте мне, я не кодетничаю, не рисую. Меня заставляет говорить на эту тему причины серьёзные. Выражаю фигурарию, все мы здесь, невзирая на резкие различия возрастов, детей одной и той же очень молодой матери, всесоюзной советской литературы. Литературы Союза Социалистических Советских Республик видят, для кого они работают. Читатель сам приходит к ним. Читатель называет их инженерами души. И требует, чтобы они организовали простыми словами в хороших, правдивых образах его ощущения, чувства, немысли, героическую его работу. Такого плотного, непосредственного единения читателей с писателем никогда нигде не было. И в этом факте трудность, которую мы должны преодолеть, но в этом факте наше счастье, которое мы ещё не научились ценить. Вы молодая гвардия рабочих и крестьян. Вы не только рабочие, вы их хозяева. И нет, и не может быть ни одного вопроса в нашей действительности, который стоял бы вне вашего внимания. Как много умеете вы делать, и как отключительно делаете. Вас хватит. Вас на всё хватит. Продолжение следует...